www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Здравствуйте, добрый день. Начинаем нашу встречу на радиобалконе в студии Карина Иванс, Михаил Губин. И у нас сегодня в гостях наш гость, российская фотохудожница Екатерина Рождественская. Добрый день. Добрый день, которая, значит, к нам приехала с выставкой. И, в общем, подробнее мы как раз об этом и поговорим. Эта выставка открылась сегодня в Доме Москвы. И Екатерина представила свои работы из уже известных и любимых зрителями проектов «Частная коллекция», «Винтаж», «Ассоциация» и представила новый проект «Родня». Вот о нем бы мы и хотели узнать поподробнее. «Родня» – это один из самых моих любимых проектов, потому что он настолько теплый. И очень смешно всегда наблюдать, когда приезжают знаменитые на всю страну деды, такие как, например, Ширвинд, и видят своих внуков и говорят, «Как ты вырос, я тебя не видел сто лет, как ты похорошела, посмотри, какая я стала красавицей». То есть я понимаю, что люди соединяются очень редко. И такая атмосфера замечательная, и так они все себя ведут по-детски. И очень хочется продлевать это мгновение, что я, собственно, стараюсь делать фотографии. Раи всех, все эти фотографии потом идут им в семейный альбом. Я делаю обычно холсты, которые они вешают дома, поэтому так тепло и так приятно. Я вообще обожаю семьи, где первым делом мне дают семейный альбом в руки. И если туда прибавляется вот такая фотография в каком-то стиле, не знаю, там Людовика XIV или еще. Причем вот время, куда они хотят погрузиться, они выбирают сами. То есть они хотят сами видеть у себя на стене то, что им близко. Так что это замечательный, теплый и очень любимый проект, где дети, внуки, собаки, крысы, животные любимые. Все собираются в одном помещении, и вот происходит такое действие. А вот идею-то кто придумывает? Вы обговариваете или вы им предлагаете? Нет, нет, я предлагаю. Нет, все проекты это мои. Я их придумываю сама. Но они же могут там как бы не согласиться. Они могут не согласиться со временем, но они говорят, что вот нам бы хотелось быть, не знаю, там времен Испании, времен Инквизиции. Пожалуйста, как, скажем, Рутберг Юлис хотел. Не вопрос, они сами выбирают время. Единственное, предлагаю им сняться всем вместе вот в таком проекте. А вот то, что Троицкий, значит, Артемий, известный музыковед, снялся в образе из семейки Адамса, вся семья. Это как бы он без всякого это воспринял? Понравилось ему это? Как все-таки довольно-таки образ отрицательный. Надо вопрос. Прямо, скажем, такой злобный. Нет, это его предложение было. Я, наоборот, удивилась. Я говорю, только же ребенок родился как вот в таком. Говорит, ну а что? Это как раз вот наш такой имидж. Замечательно, давай. Готичненько получилось. Готичненько получилось, да. Очень смешно. И очень понравилось. Ну и, кстати, ему это подходит, мне кажется. Это он, конечно, отец такой семьи. А вот удивило отсутствие одного семейства, если честно, то есть клана Михалковых. Это вы не хотели с ними работать или... Или это еще будет. Я их не снимаю, на самом деле, потому что, ну как-то я их не снимаю. То есть принципиальная позиция? Нет, никакой принципиальной позиции. Ну просто, ну, я знаю, во что это все выльется, все эти уговаривания, позы и так далее. Мне это не очень хочется. Да. Напоминаю, что у нас в студии фотохудожница Екатерина Рождественская. Звоните нам по телефону 67-212-93-9 и 67-213-93-9. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот у зрителей на этой выставке ждет еще и сюрприз. То есть у вас появились не только фотоработы, но и появился собственный модный бренд, который называется RobArt by Екатерина Рождественская. Yes. Как вы в сторону моды повернули? А меня туда как-то закрутило. Я думаю, что это абсолютно логично, потому что это та же фотография, только не на холсте, не на бумаге, а на шелке. И это ответвление от фотографии. Это не то, что я иду параллельно своей основной работе. Я очень много путешествую, я очень много снимаю. У меня вместо дамской сумочки и фотоаппарат всегда висит. И я снимаю виды, пейзажи, животных, людей, пляж, все что угодно. И потом эти фотографии, эти принты идут на шелк, и я решила сшить из них одежду. Причем одежда очень простая, безо всяких выточек, без всего. Просто вот такие струящиеся туники, которые подходят совершенно всем и в любой ситуации. Я их ношу сама, я их сначала испробовала на себе, поняла, что это вот то, что во всем случае мне надо, и решила это все делать. То есть это фотография. То есть фотографии на ткани прямо на тишке. Это живая фотография, живая выставка. Здорово, да. И очень женский вопрос. Почем удовольствие? Удовольствие где-то от 200 до 300 долларов. Это довольно дорогое удовольствие, потому что это все авторское, все в единственном экземпляре. И все это делается в Италии, и шьется там. Ну, все это, себестоимость очень высокая. А там? А там продается уже в Москве, извините. В Москве продается в ЦУМе. Первый магазин, который взял эту коллекцию, это ЦУМ. И там висит довольно много таких туник. И они очень хорошо продаются. А там пейзажи только? Нет, там все что угодно. Там есть люди, там есть ториадоры, там есть животные, кошки. То есть вот это, что вы путешествия фотографировали? Да, я вижу. А скажем, там портреты каких-то известных людей? Нет, там таких лиц нет. Ну, скажем, всем очень понравилось одно платье, и мы все назвали русалка. А русалка – это два карпа дохлых, которые лежали на рынке в тазу и продавались. Но они так замечательно выглядят, что действительно русалочки такие хвосты, очень красивые. О каждом платье я могу рассказывать, я каждое платье представляю, потому что это кусочек воспоминаний, скажем, дверь в Испанию, закат в Лас-Вегасе. Это все жизнь. А представьте, пожалуйста, платье, которое вот вчера было показано в Доме Москвы на открытии, называлось «Яхта Абрамовича». Ой, это замечательно. «Яхта Абрамовича», да. Это с виду такой абстрактный рисунок на темном фоне, яркие огни, голубые, красные, желтые. Я была в Портофино, и там все люди бегали глазеть на яхту Абрамовича. И я, у нас гостиница была наверху, и вечером там был какой-то очередной праздник, и я сфотографировала эту яхту, немножечко смазанно, чтобы не было похоже, что это прям яхты, прям с названием. И получился такой взрыв, такой фейерверк красок. Но сам факт, что это яхта Абрамовича, это очень будоражит. А это которая пилорус или поменьше? Нет, поменьше, поменьше. К нам приходил пилорус, у нас тоже был тут такой ажиотаж. Ну вот представляете, а это можно носить ее на себе. Да, здорово, здорово. Но это платится не дороже остальных. Нет, 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 и разве что Абрамовичу. Понятно. Скажите, а как планирует этот бренд вообще еще развиваться? Потому что я видела, у вас там еще и воротнички есть уже, и такие, как кошелечечки. Что еще думаете? Ну еще я сейчас занимаюсь трикотажем. И еще мне вчера сказали, что вот в Латвии есть такая техника, когда вялят, типа валенок. Войлок вяленок, да, да, да. Вот может быть попробовать на этом, потому что у меня нету зимней коллекции. С изображением? То есть валенки с какими-то критиками? Нет, нет, ткань такая вот вяленая. Может быть попробую зимнюю коллекцию вот на чем-то. То есть еще и зимней одежды тоже с какими-то... Зимней пока нету, но я думаю об этом. Будет, почему нет, конечно. Да, потому что как-то вот с изображениями же обычно только летнее платье, там рубашки с картинками. Ну почему, надо ломать стереотипы. Да, а зимней, да, зимней еще так не летал. Нет, зимой, понимаете, когда все тускло, снуло и грустно и серо, надо повеселее одеваться, чтобы... И тут виды, там закат в Испании на какой-нибудь... А тут як-то Абрамовича плывет по Риге. Ну, кстати, Рига тоже засветилась впредь. Рига, да, 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 обязательно. На улице Альберта. Альберта, да. Альберта, да. Ой, это моя любимая улица. И я там сняла очень много домов. И была там в музее Модерна. Да, Югенстиллер Модерна, да. И вот там несколько интерьеров тоже попали на шелк. И это довольно вот такие любимые принты их носят. Ну, Рига тоже может надеяться на то, что где-то тут у вас свой бутик появится. Про бутик не знаю, но я хочу вот во время волны вот эти вещи как-то распространять. А как раз и покупатели приедут в большом количестве. Конечно, но у них у всех есть мои подарки, так что. Рижанки, внимание, ходите на новую волну, у вас будут платиться вот эксклюзивные, вот Екатерины Рождественской. Ну, возвращаясь еще раз к проекту «Частная коллекция», вот казалось бы, что у вас уже, ну, просто, ну, все. И знаменитости российские. Или кто-то еще остался? На самом деле я хочу делать такой проект с латышами. Я хочу поснимать латыши и потом здесь выставить. Ну, а кто вот у нас, вот с латышкой знаменитостью кто вспоминается первым делом? Латыш, конечно, в Айколе, конечно, Калнэйдж. Ну, я на этом закончила свой этот разбег. Ну, в общем, да, а вообще Валдеса Пеша, можете помнить. Пеша у меня уже есть, а на какой он латыш? Он русский. Ну, и многие Лайма Варкова считают тоже, как бы, не совсем наши, поскольку она все в России. Будем считать, что они международные, интернациональные. И так же, как и Раймонд Валдемарович, кстати, тоже. Да, да. Ну, в общем, это все наши латыши, а не ваши. А, для Палса уже какой-то присмотрен? Нет, ну, нам надо согласие метро. Потом мы все присмотрим. А, с другой стороны, могут закончиться и образы? В смысле, вот картины? Образы не закончатся никогда. Картины? Нет, 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 потому что во всех музеях, вернее, во всех городах я первым делом иду в такие музеи маленькие, в запасники музеев, и там фотографирую. Поэтому образов очень много. Нет, ну, там же, как я понимаю, же, фишка то, что я узнала, и все знают этот топорец с перевязанным ухом, все знают какие-то классические произведения. Так надо же. А если какие-то неизвестные будут? Это же у меня проект, как я решила для себя уже довольно давно, просветительский. Люди узнают новые фамилии художников, новые картины. И в этом-то самое, хотел сказать, фишка, прикол, это все идиотизм. Ну да, смысл. Идея. Идея, да. В этом вся идея. И когда дети приходят и смотрят и узнают, что там эту картину можно посмотреть в Третьяковской галерее, это все совершенно по-другому воспринимается. Это не просто Билан похож там на кого-то. Это картина Ван Эйка, и можно посмотреть оригинал там-то и там-то. Поэтому, и, кстати, очень часто для людей, которых я снимаю, это тоже просвещение. Они тоже узнают о художниках, тоже узнают новое, и глаз как-то по-другому смотрит у них. Ну вот я точно знаю, что у вас, по-моему, нет еще в частной коллекции портрета президента России Владимира Путина. Ну я не думаю, что будет. То есть и не хочется? Нет, я хочу снимать всех, на самом деле. Например, можете же Медведева, он же, мне кажется, доступнее. Да, он уже разрешает себя Димоном называть. Димоном разрешил себя назвать. Да, я не слышала. Он сказал, что его это не обижает. Не обижает? Да, все. Но я Димону позвоню. Вот в проекте «Родня» какую семью вам было тяжелее всего собрать вместе? Там такие прям кланы есть, например, ну, Кобзона, я там перестала уже, сбилась со счета, сколько там народу зафиксировано. Очень часто приходится снимать в несколько этапов семью, потому что они одновременно точно не могут совпасть. Кто-то на гастролях, у кого-то экзамены, и поэтому приходится, скажем, пьеху. Ну, я собирала по частям. Нет, Ротару я всех вместе снимала. Но есть ситуации, когда надо потом их соединять уже полиграфически. Ну, в этом, собственно, и смысл, чтобы главное соединить. А как уже потом, это не важно. Так что, ну, Кобзону, кстати, я снимала всех девушек, всех вместе, и потом Давыдовича докладывала после гастроли отдельно. Вот так, то есть, ну да, он же, его же не поймать, наверное, уже. Не его не поймать, нет, нет, нет. А почему же у вас из политиков, мне кажется, только один Владимир Вольфович там засветился в Компере Вере, вот в частные коляции? Ну, я не уверена, что он политик, он скорее шоумэн. Шоумэн, да. А вот, скажем, действующие политики, они не хотят или это? Я не предлагаю, нет. Ну, политики приходят и уходят, а актеры такие народные, они остаются. То есть, политиково так его нарисуешь, а он уйдет, его и не вспомнит никто? Конечно, поэтому это лишняя трата времени. Да, тем более вам, ну, такую немножко грустную нотку внесем, вам удалось зафиксировать вот именно в этом проекте и Александра Лазарева, старшего, и погда на стопку, которых уже нет. Вот сегодня мы как раз узнали печальную новость, что умер режиссер Петр Тодоровский, который у вас тоже снят. Это вы давно эти фотографии были сделаны? Да, они очень давно были сделаны. Тодоровского я снимала лет, наверное, 10 назад. Ну, вы знаете, вот такие люди, они не уходят, они остаются, поскольку они столько всего хорошего сделали, столько всего оставили нам. Они живут, ну, так же, как отец, собственно. Я не считаю, что он ушел, остались книги, остались стихи, поэтому это такие величины, которые со временем становятся более заметными. Это очень жалко, конечно, и печально, но люди безмерного таланта, это наша гордость. И это все остается и входит в историю. Невозможно не задать вопрос традиционный. У творческих планах, когда вы были в прошлый раз выставкой здесь, что-то упоминался проект, посвященный кошкам какой-то. Кошки, да. Кошки, вот я в этом году хочу первый раз их выставить. У меня будет выставка в Испании осенью. И я хочу сделать вот этот проект кошки. Он мне очень нравится, потому что это такие люди, с которыми замечательно интересно работать с этими кошками. Потому что каждая кошка – это такой характер человечек. И даже интереснее, чем с иными людьми. И вот этот проект я первый раз выставлю. Может быть, в следующий раз в Ригу я привезу именно кошек. Это будут люди в образе кошек? Это будут кошки в образе людей. То есть это будет та же частная коллекция, только с кошками. А что, и люди известные какие-то? Кошки? Люди, люди. В образе известных людей? Да. Да? Ну, конечно. Да, здорово. Скажите, вот модная такая сейчас тема. Стоит ли пользоваться фотошопом? Не стоит ли пользоваться фотошопом? Мне кажется, что это уже тем давно отошло. Поскольку его придумали, им стоит пользоваться. Он помогает. Во всяком случае, мне, как человеку, который должен попасть в номер, в общем, я работаю в производстве журналов, поэтому это облегчает мою работу на тысячу процентов. Я пользуюсь фотошопом, и это на 50, наверное, процентов снимает мне… В общем, что-то я запуталась, но, во всяком случае, это гениальное изобретение, и совершенно не надо стесняться, что ты им пользуешься. Это все равно, что пользоваться компьютером или интернетом, так же и фотошопом. Если приходит ко мне прыщавая звезда, то я не могу напечатать фотографию, мне надо их убрать. То есть, если на каких-то форумах пишут, там, это фотошоп с каким-то зрением, это как бы сновидность такой… Это замечательно. Нет, ну, что за глупости? Ну, тогда не надо сидеть в интернете, не надо в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Это то же самое. Я считаю, что это тот же уровень. А насчет фотошопа вы обновляете каждый раз новую версию, или у вас какая-то есть любимая? У меня есть любимая, конечно, я ей пользуюсь. А какая? Ну, какая-то. Ну, там, мне просто интересно. Там, седьмая, десятая. Я не знаю эти номера, нет. То есть, по-моему, если одна, не может, уже следующую уже не обновляете. Ну, следующую надо учиться. У меня нет времени учиться в следующей версии. Вот у меня есть набор. Это все устраивает в ней, да? Абсолютно. Все устраивает, это очень хорошо. О том, что можно девушек подхудить немножечко, они всегда просят. Вот. Все очень трогательно, на самом деле. А не было героини, которые, вот как Аня Жерарду, оставьте мне все мои морщинки? Бывают. Бывают такие. И довольно много. Но в основном это молодые девушки. Девушки пожилого возраста, они все-таки просят чего-то чуть-чуть так подправить. И я это делаю очень интеллигентно, с удовольствием и совершенно безболезненно. Кто из ваших героев, скажем, он доставил вам больше всего хлопот, переживаний? Вот такая съемка, которая запомнилась, ну, может быть, даже не тяжестью своей, но, во всяком случае, как-то была какой-то особенной. Нет, были такие съемки, которые запомнились мне тем, что их не было, скажем, мы ждали Познера в течение трех, три раза, вернее, мы его ждали, пол-четыре-пять часов, и он звонил, говорил, что он в пробке, что он вот не может больше, что он поворачивает. И потом мы узнавали, что он вообще не выехал из студии. Вот это у меня, это такое, знаете, разочарование в жизни, потому что я видела одного человека на экране, такого мягкого, доброго, интеллигентного, а получилось, что какой-то вот такой, не скажу какой. И это очень всегда обидно. Вот эти съемки, когда вся команда, 10 человек сидели и ждали одного три раза, вот это меня, конечно... Но приехал все-таки? Нет. Так и нет? Мы не стали его четвертый раз приглашать. Он все время переносил, переносил и вот перенес. И так все, у нас ничего не получилось. И ваш проект без Познера остался? Да, да, ну ничего, и он без нашего проекта остался. А сколько длится вот процесс создания, то есть самой съемки, и сколько вы потом еще работаете над картиной? Ну, если не ждать Познера в течение трех часов, то это в течение часа. Приходит человек, за час мы управляемся. Но другое дело, что я люблю делать впрок, знаете, вот как надолго запасать. То есть не в один номер делать фотографию, а чтобы это появилось там еще через полгода, еще через полгода. То есть делать несколько проектов сразу. Поэтому это, конечно, больше времени. Ну, не так, чтобы экстренно, в номер срочно, да? Бывает, да. Ой, а у нас есть звонок. Давайте, надевайте, пожалуйста, наушники. Алло, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Все замечательно. Но хотелось бы про папу замечательного, чтобы сказала ваша Костя. Да, конечно, конечно. Ну, в частности, сегодня в 17.00 всех любителей поэзии и творчества Роберта Рождественского ждут в Доме Москвы на встрече. Да, сегодня как-то будет встреча. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, что это будет за встреча? Вы знаете, я не знаю, что это будет за встреча. Я приехала сюда, увидела, что я, вот, что будет встреча со мной, воспоминания об отце. Но я всегда рада и счастлива вспомнить о нем. И вот что вспомнится, то есть я не готовилась. Не то, что я сидела, вспоминала что-то. Что вот придет в голову. Потому что сейчас я поеду в Юрмалу, в то место, где мы 13 лет подряд жили летом. В Доме творчества писателей в Доболте. Это, можно сказать, моя вторая родина. Потому что 13 лет из детства, а детство запоминается на всю жизнь больше всего. Это, конечно, очень много. Поэтому я как раз поеду, посмотрю, похожу, поброжу. И буду вспоминать. В 5 часов приходите в Дом Москвы. А ведь, насколько известно, что из, опять же, со слова вашего отца, что его назвали-то Робертом. В честь Роберта Эйхи. Роберта Эйхи, значит, латыша, который был в Сибири большим начальником. Да, так и было. Бабушка решила. Она была отъявленной коммунисткой. И она вот назвала ребенка таким именем. Но назвала, что я могу сделать. А вас в честь кого назвали? Я должна была быть Алексеем. Поэтому я стала Екатериной. Понятно. Правда, логично. А что за фильм будет сегодня демонстрироваться? Это не фильм, нет. Это какие-то вот, я привезла из Москвы, ну, такие визуальные воспоминания. Он читает стихи. В общем, какие-то эпизоды из его жизни. Это не то, что это фильм целый. Да. Напоминаем, что у нас в студии российские фотохудожники Казирина Рождественская. И мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Мы продолжаем гость в студии российской фотохудожницы Казирина Рождественская, которая, помимо своей выставки, представляла в Доме Москвы, еще же в том же Доме Москвы сегодня, 17.00, как бы выступит с воспоминаниями о своем отце, известном, знаменитом поэте Роберте Ивановича Рождественскому. Я хотел спросить вас, а вот сейчас, как вот, в принципе, вот отец ваш был шестидесятник, один из главных. Мы знаем, что, скажем, в те же 90-е годы шестидесятники, они как бы даже и высмеивались, как-то и забыли про них и все прочее. А сейчас как творчество вашего отца? Да, вот из того, что он написал много песен и прочее, все это как-то возвращается? Ну, конечно, возвращается. В 90-е годы это вообще был провал в истории, провал в жизни, когда не было ничего. Да, просто черная дыра, куда все... Слава Богу, что вот после этого началось какое-то возрождение. Конечно, не могу сказать, что такое, как в начале 20-го века, возрождение культуры. Сейчас поэтов я современных знаю очень мало, которые мне бы просто нравились. Но отца вспоминают, переиздано 30 книжек, и это очень много. Поются его песни, причем еще пишется музыка на его стихи, и как будто он просто оживает по-новому. То есть он продолжает жить, и все это мне очень приятно, очень радует, потому что это все-таки большая величина, и я счастлива, что так и происходит. Не планируется какого-то сотрудничества, может быть, с Раймондом Паусом? Потому что я знаю, что вот с Евгением Евтушенко они там создали целый цикл. Ну, сейчас цикл с отцом не создашь, и творчество я не думаю, что может быть какое-то такое. Но, во всяком случае, с Раймондом нет, наверное, но вот Игорь Николаев, Игорь Крутой, я им передала книжки, которые были выпущены последние, и вот Игорь Николаев написал песню «Мы совпали с тобой», ее раньше не было, это новая песня. А Игорь Крутой тоже что-то смотрит, поэтому я надеюсь, что будут петь, причем поет молодежь, не только Иосиф Давыдович и Лещенко, поет молодежь, и это все звучит совершенно по-новому. То есть на стихотворениях, которых раньше не было песен? Не песни перепеваются, а были вот стихи, и на них пишется музыка, и поются новые песни. А песни-то перепеваются? И песни перепеваются, и новые песни получаются. То есть вот такое творчество. Не забывает. Да, хорошо. А какое у вас, может быть, самое первое яркое воспоминание об отце? Ой, ну я не очень. Я помню, как я ехала, он сел на корточки. Мы жили в Москве, в таком круглом дворе, дом писателей, союза писателей. И он сидел на корточке, и я ехала к нему на трехколесном велосипеде. И очень старалась к нему доехать, потому что он довольно редко был, он все время уезжал, и мне казалось, что если я сейчас не доеду, он куда-нибудь встанет и уйдет. Вот это вот такое впечатление. Я помню, как я быстро крутила эти педали дурацкие. Вот тогда деревья были большие, это точно. Это тот самый случай. Но при том, что ваш отец, он же был из десятников известных, он как-то вот был такой более скромный. Вспомним, как помним Вознесенского и Евтушенко, которые сейчас как бы очень выделяются. Вот как-то отец, хотя вот он наравне был с ними, как поэты назывались обычно Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, потом там еще Акуджава, Сахмодулины. Но как-то вот ваш папа, он как-то был самое скромное впечатление из них. Он был очень хороший человек. Я не говорю, что все остальные были плохие. Он просто был очень скромный, очень добрый, очень душевный. И вот ему не нужна была эта крикливость, и эта вот попугайность абсолютно нет. Он был совершенно из другого направления людей. Ну, каждый как мог о себе заявлял. Ну, наверное, ну что, я не буду же Евтушенко осуждать. Он так одевался, и до сих пор он так одевается. Ну, на здоровье. А вот этот эпизод знаменитый из фильма «Москва слезам не верит», где говорят, что у вас знаменитые поэты, но самый из них знаменитый Роберт Рождественский далеко пойдет. Он говорит, нет, типа, не знаю там такого. Ну, пошел далеко, я считаю, и идет до сих пор, что самое приятное. А вот когда вы первый раз увидели вас, как вы отнеслись к этому? К чему? Ну, вот к этому эпизоду. Ну, господи, это же гордость. Ну, да. Потому что фильм такой, и папу там вспоминают. Нет, это очень приятно было. И это как раз такая ситуация была, наверное, очень похожей для тех времен, когда на кухне обсуждают всех. Тогда кухня ведь была самым главным местом для обсуждения, поэтому это было очень близко к жизни. А были тогда вот какие-то стихи ваш отца, которые не публиковали по цензурным соображениям? Наверное, были. Но мы сейчас вот стараемся публиковать все, потому что остались какие-то архивы. Но он в стол писал что-то? Он писал в стол, конечно, писал. Так что следите, читайте. Хорошо, конечно, обязательно. А на сегодняшнего вечера на сайте Дома Москвы там процитирована ваша фраза о том, что когда началась перестройка, вы считали, что для отца это было разочарованием всей жизни, что он понял, что наступила эпоха разрушения. То есть действительно так это тяжело было для него? Это очень было тяжело для него. И я уже говорила, мне казалось, что он не просто умер, а он погиб. Он погиб от ран полученных, душевных ран полученных, от этого всего, от разочарования. Потому что он очень свято верил сначала в коммунизм. Если он верил во что-то, он верил до конца. Когда приходило разочарование, это оставляло безумные шрамы у него в душе, наверное. И вот это и привело к тому, что он просто погиб, как, понимаете, солдат в бою. Ну, вначале же он, наверное, как-то поддерживал, что были какие-то надежды, как у всех. Ну, наверное, это вначале все было, но потом он понял, что это не приведет никакой перестройки, что это будет провал очередной, поэтому... И иногда мама говорит, вот вовремя он ушел, потому что сердце бы... Он бы мучился ужасно. Это была бы каторга для него, вот смотреть на все это. Так что... А вот я думаю, что у вас часто шевел в передачу документальный экран по телевизору. Да. И там вот как бы впервые, как он ведущий, он читал свои стихи, как ведущий. А вот это сохранились какие-нибудь записи или все погибло в гостей или радио? Я не знаю, я не видела. Мы просили как-то, но ничего не нашли. Наверное, кому нужна история? Совершенно никому. Вот это удивительно вообще. И что сейчас происходит, скажем, вот с Переделкино, я считаю, что это музей-заповедник, там, где ходили Поустовский, Катаев, Мазнесенский, Эхмадулина, Куджава. И все это рушится, все это просто на глазах умирает. И сейчас там нужна срочная реанимация, потому что больной скорее мертв, чем жив. А писатели там живут хоть какие-то? Там живут писатели. Вот, скажем, бедному Андрею Дементьеву, это единственный классик, по-моему, который у нас остался, только сейчас, ему 84 года, только сейчас ему выделили несколько комнат в писательском городке. Кто там остальные писатели, я не знаю. А музейные там остались какие-то? Музеи остались. Музей Пастернака, музей Чуковского, и Акуджава, и Евтушенко при жизни сделал себе музей-галереи. Вот четыре музея, наверное, которые там есть. А все остальное как-то, мне кажется, разграблено, знаете, вот как белые или красные набегали. Вот так оно все и происходит. Ну, все время в домостях что-то сообщается про какие-то пожары, там постоянно что-то говорит. Там пожары есть, да. Там недавно сгорел один архивист и замечательный переводчик, и просто вот ночью сгорел. Причем это не обязательно поджоги какие-то. Это может быть от того, что старая проводка, потому что строили еще пленные немцы после войны, ничего там не ремонтируется, все в разрухе, дорог нету. В общем, там такая тьма-таракань. Не было никаких попыток государству обратиться за помощью? Ну, вот сейчас мы пытаемся как-то обратиться, потому что то, что это уходит, вот занимается этим Литфонд, это все, Литфонда как такового нет. Есть человек, наверное, или несколько людей, которые ухаживают за собой, за своей жизнью, благоустраивают ее и совершенно не думают о том, что нужна какая-то реальная помощь писателям, которые там живут с 30-х годов. Вернее, это городок с 30-х годов, и Горький его еще основал. И, в общем, это полная разруха, беспредел, и я в ужасе вообще. А вообще сейчас существуют в России какие-то союзы писателей? Да черт его знает, не знаю я. Вот этот вопрос интересный. Наверное, существует, но это на союз нескольких писателей. Это непонятно. Мы слышим только про союз кинематографистов, потому что там живет бурный. Бурный. Нет, наверное, это просто почти нету этой организации, поэтому вы ничего о ней не слышите. Писатели люди тихие, наверное, они не такие экспорсивные, как кинематографисты. Графисты, они сидят себе пишут, но нет у них никаких привилегий, ничего, и сидят, работают. Так что этой организации, по-моему, нету. Что получается? В России вот та самая эпоха разрушения, приближение, которое почувствовал ваш отец, она продолжается до сих пор? Я думаю, что продолжается. Это же все не дело нескольких лет, что все выправилось. И раньше, если вот был такой серебряный век, то сейчас век серый, абсолютно серый, такой вроде бы, знаете, цвета те же самые, но оттенок другой. Поэтому все, и серо пишут, серо снимают, серо говорят, все-все. Мне не очень нравится, и нужен какой-то стимул, всплеск, не знаю. В этом вот вы и вносите краски. Вот я их, да, делаю, действительно, как могу, украшаю разно жизнь, стараюсь, во всяком случае. Вот, скажите, пожалуйста, ну, а вот надежда какая-то есть, вот на ваш взгляд? Вы скажите, нужен какой-то стимул, да? Обычно всплеск такой художественный, да, в России наступает после всплеска политического. Не надо, не надо мне никаких политических, лично мне не надо политических всплесков. Я вообще политикой не занимаюсь, и об этом не разговариваю, и очень не люблю, потому что это дело грязное, и не хочется заляпаться. Вот, но всплеск нужен хоть какой-то внутри, господи, если каждый человек начнет делать хорошо то, что он делает, это уже будет всплеск. Если они все вместе будут это делать хорошо, то это будет замечательно. Ну, в принципе-то вы на будущее-то России с оптимистом смотрите? Конечно, естественно, я вообще оптимист, понятное дело. Я буду стараться делать хорошо то, что я делаю, и, может быть, люди как-то подтянутся. Да, и к нам приезжайте тоже. С удовольствием. У нас в Костях была Екатерина Рождественская, фотохудожница российская. Еще раз скажем, что выставка до 16-го дня можно посмотреть, открывается сегодня в Доме Москвы. И опять же, сегодня же, в 17.00, всех любителей поэзии и творчества Роберта Ивановича Рождественская, что-то в Доме Москвы, на встрече с Катериной Рождественской, воспоминания об отце. Причем, вот что там будет, как бы она сама еще и не знает. Я сама еще не знаю. Супровизирует, да, до вечера супровизирует. Ну, а модницы могут ловить платье от Екатерины Рождественской на новой волне. Да, кстати, вот вы тоже будете там, да, на новой волне? Нет, не буду. Я пришлюсь в свои платья. Вы будете там только платье? Конечно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал